Привет, мир! С вами снова Александр из Merion Networks, рад приветствовать всех на нашем канале, и в данном видео я бы хотел показать, как установить астериск из исходников. Когда речь заходит об установке IP от астериска из исходного кода, многие могут отреагировать примерно так. Нет, Господи! Нет, Господи, нет! 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 Поскольку данный метод считается сложным и долгим, особенно у пользователей, плохо знакомых с операционной системой Linux. Цель нашего видео – помочь людям, которые интересуются астериск, понять, что на самом деле этот процесс не так страшен, как может казаться. Кроме того, мы хотим помочь вам с построением платформы, с помощью которой можно будет начать обучаться администрированию и управлению IP от астериск. Сразу скажу, что в данном видео будет установлен чистый астериск без различных графических интерфейсов, таких как FreePBX, Elastix, Астериск Now и тому подобных. Итак, поехали! В качестве операционной системы у нас будет использоваться CentOS 7, а устанавливать будем астериск версии 14.6.0. Однако, стоит заметить, что алгоритм установки, описанный в данном видео, подойдет и для других версий астериск. 14-й реле с астериск был самым актуальным на момент написания статьи, которую вы можете прочитать по ссылке. Поэтому и в данном видео я буду рассказывать именно о нем. Данный релиз не является LTS, то есть Long Term Support, который поддерживается в течение 4 лет, однако имеет статус Standard, то есть будет поддерживаться минимум 1 год. Итак, процесс установки любой версии астериск из исходника включает в себя несколько этапов. Подготовка сервера, вскачивание и установка необходимых пакетов и зависимостей, установка и первичная настройка астериск. Первым делом необходимо, собственно, подготовить среду, на которой мы будем производить установку. Астериск является очень гибким программным обеспечением, поэтому в качестве такой среды может использоваться как физический апплайенс или физический сервер, так и виртуальная машина, например, на базе VirtualBox или Hyper-V. К слову, известны случаи, когда астериск устанавливался на простой Wi-Fi роутер. А также достаточно популярным в последнее время является такой продукт, как RaspPBX, то есть астериск, установленный на мини-компьютер Raspberry Pi. Если вы решили установить астериск на физический сервер, рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором инсталляции. Ссылочка будет в описании. Введите необходимые входные данные и калькулятор рассчитает рекомендуемые технические параметры, которыми должен обладать сервер. В данном же видео я буду производить установку в среде виртуализации VirtualBox. Для этого я заранее подготовил машину со следующими основными параметрами. Тип операционной системы, конечно же, Linux, версия RedHat 64 бита. Оперативная память 1 гигабайт. Объем виртуального жесткого диска 15 гигабайт. Виртуальный сетевой адаптер, работающий в режиме моста, использующий проводное подключение сетевой карты нашего компьютера. Кстати, для установки операционной системы CentOS 7 я пользовался методом NetInstall, о котором я рассказывал в видео по ссылочке. Только там я использовал среду виртуализации Hyper-V, а сейчас перед нами VirtualBox. Но на самом деле процесс установки отличается не сильно. Думаю, никому не составит труда в нем разобраться. Если сервер готов, поехали дальше. Запускаем его. Вводим реквизиты доступа и заходим в систему. Я подготовил небольшой текстовый документ, куда свел все команды и действия, чтобы процесс установки был более удобным. Вы сможете скачать его по ссылочке в описании или в нашей статье. Отлично, теперь необходимо запастись каким-нибудь текстовым редактором, например, Vim или Nano. Я выберу Vim. Для этого пишем команду yum install vim. На данном этапе рекомендую сразу поставить статический IP-адрес для данного сервера. Для этого необходимо отредактировать конфигурационный файл нашей сетевой карты с помощью текстового редактора, который мы только что скачали. В моем случае это Vim. Для этого вводим следующую команду. По умолчанию сервер получает IP-адрес по протоколу DHCP. Мы хотим использовать статику, поэтому изменим некоторые поля следующим образом. В поле bootproto вместо DHCP ставим слово static. Далее добавляем следующие записи. Здесь указываем желаемый статический IP-адрес. Я введу такой адрес, так как знаю, что в моей сети он свободен. У вас, вероятно, будет другой. По этому адресу мы будем обращаться к нашему серверу. Добавляем еще одну запись. Здесь указываем default gateway. Далее указываем маску под сети. И добавляем DNS-серверы. В качестве DNS я указал свой default gateway и публичный DNS-сервер от Google. Теперь сохраним изменения. Для этого нажимаем двоеточие X. После этого перезапускаем сетевой сервис командой systemctl restart network.service. Теперь рекомендую свернуть VirtualBox и открыть программу патти. Так как нам придется копировать много текста, а через консоль VirtualBox этого делать нельзя. Итак, открываем патти и подключаемся к нашему серверу по статическому IP-адресу, который только что ему присвоили. На данном этапе рекомендуем на время выключить опцию C-Linux. Что это такое и зачем нам его отключать? C-Linux или Security Enhanced Linux это система принудительного контроля доступа ядра Linux, которая по умолчанию включена и выполняет проверку программ, файлов и пользователей на право проведения каких-либо операций. Например, запрос на запуск процесса. Включенный C-Linux может нам помешать в процессе дальнейшей установки, поэтому мы его отключим. Для этого пишем следующую команду. Далее ищем строчку C-Linux равно Enforcing и меняем ее на C-Linux равно Disabled и сохраняем изменения. И вот мы плавно подошли ко второму этапу, на котором будем скачивать системные файлы и зависимости, которые необходимы для установки Asterisk. Для начала подключим репозиторий EPL для CentOS, откуда собственно и будем все это скачивать. Репозиторий EPL или Extra Packages for Enterprise Linux это место, где хранятся RPM пакеты, которые необходимы для установки различных программ и приложений на OS Red Hat и CentOS. Подключаем его к следующей команды. YUM install EPL-release Далее делаем обновление всех имеющихся пакетов до последней актуальной версии. Для этого пишем команду YUM update-Y. После того как процесс завершился, делаем ребут. Теперь мы можем устанавливать все зависимости, которые необходимы для функционирования Asterisk. Для этого я открою свой конфигурационный файл и скопирую команду под номером 8. Каждая запись в этой команде после YUM install-Y это определенная программа или приложение, которое будет нужно в процессе дальнейшей установки или в процессе работы с Asterisk и его компонентами. Например, GCC и GCC++ это набор компиляторов языков программирования C и C++. MariaDB Devil и MariaDB Server это сервер баз данных и системы управления ими. PHP необходим для того, чтобы наш сервер мог обрабатывать PHP исполняемые файлы. Make это утилита для компиляции исходного кода в исполняемые файлы. SendMail это агент для передачи электронной почты. Nude это интерфейс для управления модулями Asterisk. О нем мы еще скажем попозже. В общем все это некие строительные блоки, которые необходимы для установки и нормальной работы IP-ATS Asterisk, а также управления им. Итак, вводим данную команду и ждем пока завершится процесс установки приложений. Нужно отметить, что некоторые из программ, которые мы только что скачали, нужны для работы Dardy и LibPRI, которые используются совместно с Asterisk. Dardy, то есть Digium Asterisk Hardware Device Interface, это драйвер, который необходим для работы аналоговых карт и плат, которые физически устанавливаются непосредственно в сервер Asterisk и позволяют провести его сопряжение с сетью общего пользования TFOB. LibPRI это библиотека, которая необходима для поддержки Asterisk'ам ASDN, то есть PRI и BRI. Соответственно, если вы не планируете использовать такие платы, то вам по сути и не нужно устанавливать Dardy и LibPRI. Однако рекомендуется все равно установить данные модули. Это недолго и они точно не будут конфликтовать с другими компонентами системы, даже если их не использовать. Кроме того, Dardy необходим для работы других приложений Asterisk, например ConfBridge. Я установлю данные модули, чтобы показать как это делается. Необходимо сначала установить Dardy и только затем LibPRI, поскольку они связаны с зависимостями. Итак, переходим в директорию, куда будем скачивать все файлы. Обычно это User.src. Установка драйвера Dardy описана в моем текстовом файле под пунктом 9. Итак, скачиваем модуль с помощью следующей команды. Затем распаковываем его и устанавливаем. Теперь то же самое повторяем с LibPRI. Установка LibPRI описана под пунктом 10. Сначала скачиваем, затем распаковываем и устанавливаем. Теперь установим PR. PR это фреймворк для многократно используемых компонентов PHP. Для этого вводим следующую команду. Затем следует установка PJ Project. Это мультимедийная коммуникационная библиотека, написанная на C. Она нужна для работы драйвера PJ SIP. Итак, скачиваем. Распаковываем. И устанавливаем. Затем следует установка программы LAME, которая необходима для конвертации MP3 файлов. Для начала скачиваем. Опять распаковываем. И устанавливаем. И устанавливаем. Ну вот и все. Мы готовы к установке самого Астериск. Описание установки начинается с пункта 14. Для этого пишем следующую команду, которая скачает нам текущую поддерживаемую версию Астериск из 14 ветки. Затем распаковываем. Переходим в соответствующую директорию. И начинаем установку. Далее вводим команду MakeMenuSelect. После ввода данной команды перед вами откроется графическое меню, с помощью которого вы сможете выбрать, с какими именно модулями и приложениями должен быть собран Астериск. Вид графического меню зависит от того, какие библиотеки вы установили. Существует два вида. Nude и Cursus. Если помните, я упомянул NudeDevil, когда описывал пакеты, которые необходимо установить, прежде чем скачивать Астериск. Так как мы устанавливали Nude, то интерфейс MakeMenuSelect у нас имеет такой вид. Интерфейс Cursus выглядит попроще. Он выполнен в черно-белых цветах и используется MakeMenuSelect по умолчанию. Все необходимые модули уже готовы к скачиванию, но если вы точно знаете, какие именно модули вам необходимы для работы, и хотите, например, не загружать некоторые, то в MakeMenuSelect вы можете это сделать. Мы же будем использовать MakeMenuSelect только для загрузки дополнительных звуковых файлов. Дело в том, что по умолчанию Астериск устанавливает звуковые файлы только в формате GSM. Мы же хотим, чтобы он поддерживал и другие звуковые форматы для совместимости со всеми оконечными устройствами, которые будут дозваниваться или каким-либо образом взаимодействовать с нашей IP-ATS. Для начала включим поддержку MP3. Для этого в разделе Addons нужно выбрать формат MP3. Затем переходим в раздел Core Sound Packages. Это стандартные звуковые промпты, которые проигрывает Астериск. Например, различные плейбеки или сообщения типа «Все ли не заняты». Как видите, здесь отмечен только пакет формата GSM на английском языке. Установим нужные форматы звуковых пакетов, например, для русского и английского языков. Далее проделаем то же самое в разделе Music on Hold File Packages. Которые используются для музыки на ожидании. Затем отметим необходимые форматы в разделе Extra Sound Packages. И сохраним изменения, нажав F12. Продолжаем установку. Вводим команду Make. Данный вывод свидетельствует о том, что сборка Астериск завершена. И мы можем продолжить установку командой Make Install. Далее напишем команду Make Samples, которая установит нам шаблоны конфигурационных файлов. Данную команду можно вводить только на новой инсталляции и ни в коем случае на сервере, который используется в продакшене. И завершаем установку командой Make Config. Итак, на данном этапе Астериск у нас установлен. Но для того, чтобы начать работу с ним, необходимо создать пользователя с правами доступа ко всем необходимым директориям Астериск. Данный процесс описан под пунктом 15. Итак, создаем пользователя и раздаем ему соответствующие права. Далее перезагружаем сервис Астериск командой Systemctl Restart Asterisk. Теперь необходимо подготовить BD для работы с Астериск. Для этого запускаем сервис MariaDB и заходим в MySkill. Пароля по умолчанию нет. Итак, создаем пользователя. Далее две базы данных. Астериск и Астериск CDRDB. После чего раздаем все права доступа к этим базам данных пользователю, созданному ранее. Готово. Теперь мы можем зайти в командную строку Астериск, используя следующую команду. На этом процесс установки IP от S-Asterisk из исходников завершен. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много всего интересного. Всем пока.